Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 20 на странице 14 учебника по русскому языку для третьего класса автора Климановой. Прочитайте загадки, запишите отгадки через запятую. Одну из загадок запишите по памяти. Укажите рот имен существительных. Лежала под елками подушечка с иголками. Лежала, лежала, да побежала. Это еж. Мужской рот. Пишем без мягкого знака. Бьют его рукой и палкой. Никому его не жалко. А за что беднягу бьют? А за то, что он надут. Это мяч. Он мой мужской рот. Пишем без мягкого знака. Летит птица. Орел. Крылом махнула, весь свет закрыла. Это ночь. Она моя женский рот. Пишем с мягким знаком. Не море, а волнуется. Это рожь. Она моя женский рот. Пишем с мягким знаком. Летом спит, зимой ест и других кормит. Это печь. Она моя женский рот. Пишем с мягким знаком. Тянется в окно от солнца веретено. Это луч. Он мой мужской рот. Пишем без мягкого знака. Вышел серенький комочек из-под каменной пещеры Глазки черненькие, хвостик тоненький Это мышь Это имя существительного женского рода Пишем с мягким знаком Запишем первую загадку по памяти Лежала под елками Подушечка с иголками И укажем род имен существительных Лежала, лежала, да побежала Под елками Елка, она моя, женский род Подушечка, она моя, женский род Иголка, она моя, женский род Если вам понравилось видео Смотрите остальные видео решения на нашем канале Если у вас есть вопросы или предложения Оставляйте свои комментарии под видео